В России с населением 146 миллионов человек более тысячи политических заключенных, а в Беларуси с чуть более чем 9 миллионов человек населения 1385 политзаключенных. Однако в мире о них говорят реже, и многие остаются без связи годами. С начала избирательной кампании 2020 года правозащитники Центра Весна зафиксировали более 50 случаев репрессий. Люди оказались в тюрьмах из-за своих убеждений, за выражение своего мнения или за участие в мирных акциях протеста. Проблема политзаключенных в Беларуси обострилась после президентских выборов в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми протестами. Многие граждане Беларуси вышли на улицы, чтобы выразить недовольство результатами выборов, которые они считали сфальсифицированными. В ответ власти начали массовые репрессии. За решеткой находятся люди разных профессий и возрастов, от журналистов и политиков до врачей и учителей. Одна из самых известных в мире белорусских политзаключенных – Мария Колесникова – музыкант, культурный менеджер и политическая активистка. Мария стала одним из символов белорусского протестного движения 2020 года. Она была руководителем штаба Виктора Бабарико, а после его ареста объединилась с представительницами двух других штабов – Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало. Позже Колесникова вошла в Координационный совет, созданный для мирной передачи власти. В сентябре 2020 года Колесникову похитили силовики и пытались насильно депортировать из Белоруссии в Украину. На границе она порвала свой паспорт, сделав депортацию невозможной, после чего была арестована. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11 годам лишения свободы. Сергей Тихановский – видеоблогер и оппозиционный активист, который изначально планировал баллотироваться на президентских выборов 2020 года. После того, как его кандидатуру не зарегистрировали, он продолжил активную кампанию в поддержку своей жены – Светланы Тихановской, которая впоследствии и стала основным соперником Лукашенко. В мае 2020 года Сергей был арестован во время встречи с избирателями. Его обвинили в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. В декабре 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Олесь Беляцкий – известный белорусский правозащитник и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года. Беляцкий – основатель правозащитного центра «Весна», который оказывает помощь жертвам политических репрессий в Беларуси с 1996 года. В 2011 году Беляцкого приговорили в Беларуси к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз – за годы активной общественной и правозащитной деятельности. Олесь Беляцкий находится за решеткой с 2021 года. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Беляцкий стал символом борьбы за свободу и справедливость в Беларуси. Павел Северинец – белорусский политический деятель и один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия». Значимая фигура белорусской оппозиции. Он много лет провел в тюрьме за свою политическую деятельность. В июне 2020 года Павел был вновь арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В июне 2021 года Павла приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Виктор Бабарико – бывший банкир и один из самых ярких оппозиционных кандидатов на президентских выборах 2020 года. Арест Бабарико вызвал широкий общественный резонанс. Он баллотировался на пост президента, но был арестован еще до выборов – в июне 2020 года вместе с сыном Эдуардом, который занимался организацией предвыборной кампании. Бабарико обвинили в финансовых преступлениях. Эти обвинения называли политически мотивированными. В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток и отмывании денег. Катерина Андреева – белорусская журналистка, арестована в ноябре 2020 года вместе с коллегой-оператором Дарьей Чульцовой. Они вели прямую трансляцию разгона мирного протеста в Минске. В феврале 2021 года их обоих приговорили к 2 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1922 году Андрееву вынесли еще один приговор – 8 лет лишения свободы, обвинив ее в госизмене. О журналистке был снят художественный фильм. Его показали на кинопестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Игорь Лосик – журналист белорусской службы «Радио Свобода» и блогер. Лосика арестовали в июне 2020 года, еще до начала массовых протестов по обвинению в организации массовых беспорядков. Его жена Дарья Лосик активно выступала за его освобождение и привлекала внимание международного сообщества к его делу. Знак протеста против своего ареста и условий содержания Игорь несколько раз объявлял голодовку. В декабре 2021 года его приговорили к 15 годам лишения свободы. В январе 2023 года Дарья также была арестована и осуждена на два года колонии по обвинению в содействии экстремистской деятельности. Вышла на свободу 3 июля 2024 года по закону об амнистии, подписанным Лукашенко. Закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, который, как и предыдущие подобные законы, не распространяется на политзаключенных, лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, был подписан летом 2024 года. Однако после принятия закона на свободу вышли не менее 18 политзаключенных, в том числе осужденный на 10 лет глава оппозиционной партии Белорусский народный фронт 67-летний Григорий Костусев, у которого было диагностировано онкологическое заболевание. По данным правозащитников, часть освобожденных вышли по помилованию, а не по амнистии. Информация о других освобожденных уточняется, и фамилии пока не разглашаются для их безопасности. Политические заключенные играют ключевую роль в удержании власти режимом Лукашенко. Аресты активистов, журналистов и оппозиционных лидеров создают атмосферу страха и подавляют протестную активность. Режим использует освобождение политзаключенных как разменную монету в переговорах с Западом. Репрессии против независимых журналистов помогают контролировать информационное пространство и распространять пропаганду. Международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, продолжают призывать к немедленному освобождению всех политзаключенных в Беларуси. Госсекретарь США Энтони Блинкин 3 июля в заявлении Госдепартамента США призвал освободить белорусских политзаключенных. Мы призываем к их безоговорочному освобождению, подчеркнул Блинкин. Как сообщает правозащитный центр «Весна», ситуация с правами человека в Беларуси по-прежнему остается критической. Редактор субтитров А.Семкин